Субтитры создавал DimaTorzok Русский писатель, философ, религиозный деятель И дальше через запятую можно много еще добавлять Дипломат, 10 лет отдал дипломатии Та же, как наша предыдущая героиня, Елена Петровна Блаватская Жизнь-то прожил до Серебряного века, но большую ее часть Родился в 1831 году Та же, как Елена Петровна Блаватская, когда расцвет Таланта Пушкина умер в 1991 году Но вот тут-то все и началось Потому что без идей Константина Леонтьева И без его влияния на философию Серебряного века Ну, никак невозможно Бердяев написал о нем книгу Кто только о нем не размышлял Владимир Соловьев И вообще для русской мысли И русской эмоции, я бы так сказал Потому что Леонтьева невозможно мыслить Только мыслить Его надо переживать Он вызывает очень острые чувства Его до сих пор одни любят, другие ненавидят И судьба Константина Леонтьева в наши дни Когда это почти забытая фигура Мне представляется Как-то невероятно несправедливым Потому что мы забываем Очень яркую фигуру Нашего культурного ренессанса Хотя, конечно И забывают-то его Потому что он и охранитель И изувер И сторонник насилия И чего только о нем не писали Но одновременно русский Ницше Одновременно в некотором смысле И русский Киркегор Опередившие идеи Ницше На 10 лет, надо сказать Или на 15 Никто точно не подсчитывал Некоторые совпадения почти буквальные Но я понимаю, что Ницше никогда не читал Константина Леонтьева Но мы-то должны его прочитать Человек, который вызывал Своими восточными повестями В восторг Льва Николаевича Толстого С которым его сравнивали В ранние годы Потому что человек, который Вел его в литературу Иван Сергеевич Тургенев Он когда-то и говорил Наше время прошло Говорил Тургенев Не написав еще всех своих Главных романов Ни дворянского гнезда Ни отцов и детей Вот молодежь Указывал он на Константин Леонтьев Он да Лев Толстой Вот за кем будущее И с Львом Толстым Он еще не раз пересечется В смысле где-то там В ноосфере И вот я хочу Привести цитату Русского философа Одного из главных философов Серебряного века Семена Людвиговича Франка Вот он что говорит О Леонтьеве Леонтьев представлял Совершенно исключительное явление По нашему личному мнению Леонтьев в качестве Религиозного мыслителя Вернее сказать В качестве философа В нитшевском смысле То есть законодателя И судьи ценностей Превосходит среди русских писателей И Владимира Соловьева И Толстого И уступает только Достоевскому И тут нельзя не согласиться А как же мы его забыли И как Константин Леонтьев Оказался рядом Со знаменитой Уваровской триадой В самодержавии Православия Народность И только Человек-то был уникальный И уникальный В какой-то русской среде Потому что все Кто говорит о Леонтьеве Конечно И все, кто будут писать О нем книги Отмечают совершенно Уникальный подход Очень несвойственный Для русских Эстетический подход К жизни Во всяком случае В первой В первой половине Его биографии И он действительно Человек, который Учился в университете Оценивал профессоров Как вазы По эстетическому принципу Человек, для которой Возводил в культ Внешность людей Но к Тургеневу пошел Потому что Им понравилось Как выглядел Тургенев А в юности У него была Такая идея Он занимался Физиогномикой И он хотел Создать Некую теорию И даже Начал ее создавать Когда Чтобы лица Были приятные У людей Выразительные Красивые Красота Одно из главных Слов Для Константина Леонтьева Вообще Может быть Тогда удастся Обществу приятных Людей И тогда И страной Как-то легче будет Управлять Ну такая Юношеская Утопическая идея По физиономии Живидно К чему человек Годится В политмейстера Например Или в поэты Или в дипломаты И сам был Красавцем Сам был красавцем Его еще в юности Называли Херувимом Женщины Его обожали И судьба Леонтьева До определенного Периода Это тоже Нечто Совершенно Невероятное Для русского Мыслителя Русского Религиозного Мыслителя Это постоянные Какие-то Гаремы Вокруг А уж Как он Жил В Турции Десять лет Он провел Вот там На развальных Османской империи В качестве Дипломата В разных Городках В основном Сегодня Это греческие Городки Да и тогда Были Под властью Турков Или Румынские И там Как жил Леонтьев И вот это Вот это вот Ощущение Того Что Что-то в человеке Испорчено Что-то в человеке Испорчено В том смысле Что он стал Красоту Ставить ниже Пользы Вот высказывание Леонтьева Знаменитое Чем больше Развивается Человек Тем больше Он верит В прекрасное Тем меньше Верит В полезное Как это Хорошо Как это Неактуально Для нашей эпохи Вот сейчас Когда мы говорим О Леонтьеве И как это Актуально Потому что Прекрасного В нашей жизни Все меньше А полезного Все больше А когда Полезного Становится Настолько Много И оно Настолько Превосходит Прекрасное То оно Превращается В бесполезное И вот Мы живем Среди Бесполезных В общем-то Вещей И томимся Наверное Отсутствием Той самой Красоты Того самого Прекрасного О чем Все время Думал Константин Леонтьев И жил Так И жил Вот я проведу Несколько эпизодов Это очень Леонтьевские эпизоды Из его юности Он Врачом Поехал На Крымскую Войну Участник Крымской Войны И вот Он работает В маленьком Госпитале И хочется Ему В какие-то Боевые части И вот Он едет В Керчь А в этот момент Керчь начинает Брать англичане И французы С моря Обстреливают Город И молодой Леонтьев Он ищет Значит Свою часть Которой Приписан И вот Разрывается Керчь На части От снарядов Бегут люди В ужасе В панике Войска Беспорядочно Отступают Потому что Я напомню Что Крымская Компания Была проиграна Россией И по результатам Этого поражения Лишились выхода В Черное море И только Друг Пушкина Министр Иностранных дел Горчаков Устроил Дело Таким образом Что мы Снова Получили Черное море И вот Он сидит В гостинице На веранде И пьет кофе И курит сигару И проезжает Его генерал Которому Он приписан Генерал Поднимает Голову вверх И видит Леонтьева Который Не торопясь Прихлебывая Кофе И закуривая Сигару Разглядывает Вот эту Панораму Бомбежки И генерал Это запомнит На всю жизнь Этого Молодого Человека Почему себя так вел Константин Леонтьев А потому что Он понимал Что человек Испорчен Цивилизацией А главная Степень Испорченности Главное Следствие Одновременно Этой Испорченности Его суетливость Его суетливость Современный человек Это уже Для Леонтьева Так было Ничем не может Наслаждаться У него нет времени Он все время Бежит И Леонтьев Не то чтобы Это культивировал Он что-то Поразительно Был Таким Есть случаи Когда Он уже Работает Дипломатом Он должен Сменить В каком-то Местечке В Адрианополе По-моему Консул И консул Его ждет И консул Его ждет Но он Не торопится Он так же Встает Утром И если он Не торопливо Не выпьет Чашечку кофе Не выкурит Сигару Не поговорит С женщиной А потом Не торопясь По местности Наполненный Разбойниками Бандитами Вооруженными До зубов Не проедет Любую С живописными Видами А для чего Он тогда Живет Если он Все это Пропустит Эти горы Эти деревья Этот кофе Какой смысл В этом Тогда Консульстве Какой смысл Бороться За интересы России Если Россия По Леонтию Станет Вот такой Все будут Куда-то бежать Суетиться Жить Закрытыми Глазами И забудут О красоте Мира И о том Из чего Складывается Красота Мира И вот То из чего Складывается Красота Мира Снискало И расположение К Леонтию У многих умов В том числе Выдающихся И ненависть К нему Но об этом Чуть позже Это натура Это натура И Действительно Он в некотором смысле Такой русский Оскар Уальд Потому что В юности Первые 30 А может быть И больше лет Очень многие Его оценки Это просто такие Уальдовские оценки Опять же Задолго до Уальда Конечно же Потому что Вот Уальд Переодевает Нищих В живописной Лохмотье А Леонтьев Мечтает О том Чтобы У людей Окружающих Его Были Красивые Лица Были Красивые Лица И красивые Умные Выражения На них Но ведь Как Мечтает А пишет Например Видит Неприятное Лицо У кого-то И говорит Да лучше Я никогда Ничему Не выучусь И никогда Никем Не буду Никогда Ничего Знать Не буду Чем У меня Будет Такое Лицо Это Очень Близко Куальдовскому Эстетизму Это Совсем Рядом Но он Действительно Так Мыслил И В этом Смысле Конечно Его Вот Этот Разгул Юношеский А это Был Такой Разгул Потому что Человек Жил С таким Количеством Женщин Одновременно А эти романы Пересекались Попадая В драматические Ситуации В разные Потому что Как он в одном месте Написал Нужно иметь Хорошую жену Еще женщину Для фантазии Говорил Леонтий И вот эти Женщины Для фантазии Из которых И связи С которыми Будут рождаться Его книги Его романы Ну чем Это В чем-то А не Бодлеровский Подход Я вот так Оттягиваю Конечно Умышленно Сейчас Леонтьева От того Что потом О нем Будет Написано Потому что Ведь История Леонтьева Это еще История Одного Из самых Ну Таких Сильных Преображений Духовных Преображений Одновременно Не преображений Потому что Вот этот Женолюб Этот человек Чья жена Сойдет с ума От ревности Хотя Она все Делала Для того Чтобы Принять Образ Жизни Леонтьева Это Человек Который Заветы Своего Учителя Который Ввел В его Литературу Все Делал Для того Чтобы Его произведения Были опубликованы Иван Сергеевич Тургенева Который Говорил о том Что счастливый Брак Для писателя Ничего Хуже И быть Не может Еще Несчастливый Куда Не шло Он Развивает Фантазию А счастливый Это же Просто Погибель Таланта И который Считал Что брак Это Что-то Вроде Тяжелой Государственной Повинности Которую Он сравнивал Это Константин Леонтьев С тяжелыми Податями И Войной Вот Что Такой Брак И Решиться На Такой Брак Это Решиться На Беззаветное Почти Монашеское Служение Государству Это Все Тоже Константин Леонтьев И Этот Ж Человек Спустя Какое-то Количество Лет Напишет Вот Такое В Письме Но Так Чтобы Мужчина Такой Про себя Написал Я Не Часто Встречал Причем Мужчина Который Ценит Женскую Красоту Ценит Эротизм И Вообще Живет Как Язычник И Потом Напишет В какой-то Момент Импотенция Импотенция Слава Богу Установилась Прочно Очень Рад И Считаю Это Благодатью Господней Из Письма Константин Леонтьев И Что Должно Произойти С Человеком Чтобы Он Такое Написал Ну Об Это В нашей Следующей Программе Продолжение следует